В этот раз мы хотим вам посоветовать и рассказать о пяти аниме, которые стоит посмотреть. Если вы их смотрели, то пересмотрите еще раз. Что ж, поехали! Первое аниме, про которое мы хотим вам рассказать, это аниме «За гранью». Данные тату поискуют о демонах духовного мира, которых называют Йому. И по закону жанра есть люди, защищающие мир от эдаких созданий. Называют их «Стражей границы миров» или «Войны призрачного мира». Живут они кланами, причем у каждого рода свои способности и боевые стили. Сюжет же разворачивается вокруг получеловеку Полу Йому, Камбара Акихита, и, как вы поняли, не совсем обычного старшеклассника. Именно благодаря этому Камбара бессмертен и практически неуязвим. И вот его необычными для человека способностями решил попользоваться «Стражей границ». А именно, это была девушка из уничтоженного клана с еще более необычными способностями. Зовут же девчушку Курьяма Мирай, и она последняя выжившая из своего рода. Какие у нее способности, рассказывать не станем. И так спойлеров до крыши. По течению времени двое ребят подружились, помогали друг другу и попутно попадали в различные передряги. Само же аниме вышло в 2013 году. Всего 12 серий, которые смотрятся на одном дыхании. Также есть полнометражные фильмы. Далее следует мало кому известное и не очень-то популярное аниме. Воскресенье «Убого выходной». Господь создал мир за пять дней. На шестой день он решил отдохнуть. А на седьмой день решил покинуть эту вселенную. Рай и ад были переполнены и закрыты для человеческих душ. Люди перестали умирать и рождаться. А если же умирали в биологическом смысле, то становились ходячими мертвецами, постепенно теряющими свою человечность. Тогда Господь послал последнее чудо – хранителей могил, чей обряд погребения сумеет упокоить душу умершего. Однако далеко не все мертвецы желают упокоения и боятся хранителей могил. Есть все происходит в небольшой деревне. 15 лет назад здесь по непонятным причинам перестали умирать люди. Среди них живет маленькая девочка и хранитель могил по имени Ай. Все, кажется, идет своим чередом, пока в поселок не заявляется таинственный незнакомец и перебивает всех его жителей. Он же открывает глаза девочке, что все жители были мертвецами. Так Ай решает путешествовать по всему миру, чтобы спасти этот умирающий безблогом мир. Она сама пока еще не знает как, но верит, что ответ найдет в своем сердце. Третьим мы хотим посоветовать такое аниме, как «Нет игры, нет жизни». 18-летняя Сора и 11-летняя Широ – сводные брата-сестра, законченные игроманы и типичные представители Хики Камори. В сети малышка Широ – гений логики, а Сора – монстр психологии, которого нельзя провести. Из этой парочки сложился отличный и непобедимый дуэт, именуемый среди игроков как пустые. Увы, достойные противники вскоре и кончились. И на один прекрасный день к ней на почту приходит предложение поиграть. Потому Широ так обрадовал шахматной партией, и с первых ходов был виден почерк мастера. Выиграв на пределе сил, герои получили интересное предложение – переехать в иной мир, где их таланты поймут и оценят по достоинству. И по всем законам жанра парочка игроманов принимает предложение таинственного незнакомца. Довольно трогательная и милая короткометражка под названием «Туда, где мерцают светлячки». Аниме может составить поплакать даже самых стойких парней. Может, но ничего не обещаем. И замысловатая история о девочке, которая каждое лето приезжала в деревню к своему дедушке, чтобы поиграть в лесу со своим одиноким другом. Еще в первый день их встречи парень хорошо к ней относился, если не считать некоторых моментов. История действительно очень-очень трогательная. О настоящих дружеских чувствах, которые в будущем перерастут в нечто большее. И последнее на сегодня будет «Бездомный бог». Ну, может, многие знают сюжет этого аниме. То, как бездомный никому не нужный бог Ято выполнял свои личные поручения, будь то присмотр за ребенком или поиск кота за какие-то пять ем. И горбачество каждый день он мечтал, что когда-нибудь сможет построить свой личный храм. Ято серьезно желал перестать быть богом на побегушках, а стать кем-то более могущественным. Хотел обрести верных последователей и перестать жить на улице, как бродячий кот. Наверное, он быстрее бы достиг этой цели, если бы не был настоящим раздолбаем. Выполняя поручения, он чуть не угодил под автобус, но ему повезло, потому что его спасла девчушка по имени Хиори Ики, впоследствии чего частично ставшая наполовину призраком. Нихреновенький такой поворот событий, но саму Хиори такой финал не устраивал. И она просит Ято вернусь на круги своя. А на этом все. Разумеется, все хорошие татты на этих пяти не закончились, и в скором времени мы подберем еще больше хороших аниме. Спасибо за просмотр! Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами были Этикар Марго и Вампайя Сан. Всем кавая сайонара!